Ну, в общем, кстати, здрасте. Сейчас у меня серия, не серия, как ее обозвать, ну, будем считать, серия, да? Пошла на сюжетов с названием «Фак». Ну, очень часто задаваемые вопросы с чисто английского и американского языка, да? Под это все понятно, что вопросы всякие задают, и под это все можно, конечно, чего угодно загнать, чем я, честно говоря, иногда и пользуюсь. Но все-таки, если возвращаясь действительно часто задаваемым вопросом, меня прям до хрена и больше спрашивают всяких вещей про бессмертный фильм ДМБ, да? В общем, вопросы задают самые разные, поэтому про него говорить удобно. Фильм-то я сделал 23 года назад. Это сколько мне было? 33 года, да? В 2000-м. И, конечно, тоже такое дело, что почти четверть века, а, как говорится, вопросы не утихают. Но тут можно сказать, можно обратиться к нашему братскому сердцу, товарищу Тарантино, которому говорят, что, знаешь, Квентин, ты, пожалуй, ничего лучше криминального чтива ты и не снял. А что он резонно отвечает, а кто, собственно говоря, снял? Какая ситуация у меня с Дембелем? Ну вот спрашивают и спрашивают. И как-то фильм актуальный. И все предыдущие 23 года не утихала, что называется, народная молва. Что у меня спрашивают там? А чей, собственно, сценарий? Спрашивают это по тем причинам, что нынешний мракобес, в то время тоже мракобес, но менее токсичный, наш, условно говоря, друг Иван Иванович Хлобыстин, естественно, кругом вокруг верещит шест сценарий его. И, в принципе, это абсолютно естественная реакция, да? Потому что у Победы очень много отцов. И, опять же, возвращаясь в те далекие времена, когда Дембель был снят, это была определенная история. В Победу очень много отцов. И когда Дембель стал по неожиданным причинам, по неожиданным для этих отцов и матерей причинам очень сильно заходить, очень много появилось товарищей, которые, собственно говоря, заявили о своем участии. Это, естественно, абсолютно нормальная реакция любого человека, который понимает, что он участвовал в чем-то более-менее выдающемся. Касаемо этих вопросов чей сценарий, ну, вообще сценарист я даже закончил сценарным факультетом. Сценарий в смысле и по жизни. И, опять же, не нужно уклоняться от каких-то и порождать новые смыслы, да, в угоду, можно сказать, водителям, сценаристам и, я не знаю, кому, организаторам производства, да. Там в титрах все написано. Я режиссер, режиссер является автором фильма. И я автор сценария. Совместно с Иваном. Иван очень на тот момент успешно облагал мои мысли и желания. И картинки, которые у меня в голове прорисовывались, какие-то слова. А что у него не получалось слова определить, так я сам слова определял. Вот, поскольку, повторюсь, сценарист я. Ну, вообще, для этого еще стоит вспомнить тот момент. Тогда было такое кино. Советское кино благополучно умерло ввиду своей полной неконкурентности. В России-то кино-то еще не появилось. В советском кино было принято играть театрально так. Ах! А учитывая, что кино умерло и стали появляться еще какие-то там КВН-стайл телевизионные продукты, то вот так, ах, играть было принято очень сильно в советском кино. Ну, театрально, скажем так. Отыгрывать все, значит, там, каждую эмоцию показывать. А я сказал, что это неправильно. Ну, мне так показалось. С одной стороны, показалось, а с другой стороны, я всегда, в общем-то, еще смотрел хорошие фильмы, кроме советских и российских. И, в общем-то, было понятно, что это все лютая ересь. К чему я все это рассказываю? Я ему лютая ересь, ну, вот это вот все, эмоционально окрашиваю. Когда я сделал это кино, исходя полностью из своих представлений, начиная со сценария и заканчивая тем, как должны играть актеры, какие актеры должны играть. Все, в общем, решили, что это провал. Полный и окончательный, и бесповоротный. Инвесторы списали это все, на убытки. Все дальше куда-то побежали. Водители разъехались. Вот организаторы производства начали что-то там организовывать еще. Операторы и художники запили. Кстати, и оператор Толя Сусеков, и художник-постановщик Екатерина Залетаева, на нынешний момент уже не с нами. Все решили, что это полный провал. В какой-то момент подошел Жигунов, был такой деятель, телевизионный актер из Гардемарин, и сказал, что, Ром, ты понимаешь, что это полный провал, давай кино размонтируем, сделаем сериал, что-то доснимем, в конце запустим парад победы. Вот, я сказал, Сереж, не надо, вали. Я же понял, что по-другому сказал, ну, в общем, время прошлое, будем считать, что я сказал, вали, брателла. Ну, значит, он свалил, сказал, ну, как хочешь, и ушел тихо в туман. Я закончил кино где-то в марте-апреле. Запремьерили его как-то скромно, я не помню даже где, по-моему, в Доме кино. Но, опять же, кино снимали мало, и, в общем-то, не было вопросов в премьере в Доме кино. Собственно, как не было и вопросов в премьере, какие бы не было фильмы там. И в дальнейшем. И как раз в мае, в конце мая образовался кинотабр. Ну, естественным образом был этот фестиваль в конце мая. Надо отдать должное Марку Руденштейну. Он купил, не то что купил, он позвал много народа, в основном артистов из моей кинокартины. Ну, понятно, Ахлобыстин там не поехал, потому что ему не было никакого интереса участвовать в проваленных каких-то мероприятиях. Кстати, об Ахлобыстине, так, автопчик, да, он как такой, скажем, несколько поверхностный деятель культуры, он всегда очень любит поучаствовать в каких-то топовых мероприятиях. Вот сейчас топовых на деревне, да. Вот. А в корень он особо не зри. Вот видите, он сейчас Гойда орал, да, он считает, что на деревне топовое мероприятие, но, в принципе, его таки заметили, с этим спорить сложно. Ну, вот, ну, соответственно, всех моих молодых артистов, включая меня, как тоже молодого артиста, в том числе исполнителя роли Каптера Любермана, позвали на кинотавр. Ну, очень четко, кинотавр идет две недели. И нас десять дней. И нас позвали на первые пять дней, понимая, что нам там ничего не светит. Ну, понятно, что там все эти призы были уже поделены. И я понимаю, что мне ничего не светит, да. Ну, потому что там, собственно говоря, собирались же те же самые кинодеятели еще и Советского Союза. Я туда приехал, уехал, и уже благополучно отбирал натуру, когда вернулся в Москву, уже благополучно отбирал натуру для следующей своей киноленты. И вдруг, когда я там еду по Крылатскому, у меня раздается звонок, тогда уже появились мобильные телефоны. Говорит, Рома, срочно иди в... Это Гелия позвонила, Феодоровская. Срочно иди в Зимтеатр, сейчас тебе будут призы давать. Я говорю, Гелия, какие призы? Если вы мне совершенно недоусмысленно намекнули, что как раз призов-то не видать. Он говорит, а вот все независимые призы, какие были, дали твоему фильму. А буржуй дали призы, призы, это международные гильдии прессы и кинокритиков. Все наши критики дали приз. И, в общем-то, как-то так, я говорю, Гелия, ты понимаешь, я вот сейчас в Москве и сейчас отбираю натуру, еду на микроавтобусе, мне очень проблематично оказаться в Сочи в Зимнем театре в течение где-то 40 минут, да, при всем моем гигантном любви к тебе и конкретно к Марку Руденштейну. Вот. Ты просто не забывай этот момент, что я не знаю, повторяюсь я или нет, то вы же мне сказали, что мне ничего не светит. И, в общем-то, аккуратно, значит, билеты по всему коллективу творческому были всем молодым артистам, и мне были куплены обратные где-то дня за 4, за 5 до вручения, до раздачи, собственно говоря, печенек. И неожиданно кино зашло. Неожиданно кино зашло. И вот после этого, собственно говоря, выяснилось, что кино-таки кино. Вот. Хотя у меня в этом самом деле не было. Я помню еще, я, конечно, значительному количеству людей, кроме Ахлобыстина, конечно, называется, дал дорогу в жизнь. Был такой довольно плюшевый персонаж, кстати, он и сейчас существует, Виктор Алисов. Он, в общем-то, был торговцем кассетами. Он торговал кассетами на горбушке, извиняюсь, может быть, старожил и помнит это историческое место. Он был не особо крупным, но не особо мелким. Он такой был среднеоптовым торговцем на горбушке. Вот. И он немножечко так, значит, что-то помог с музыками, потому что у меня был какой-то музыкальный бэкграунд. И когда у меня был свободный Титр, исполнительный продюсер, тогда еще люди слабо понимали, кто такие продюсеры. В общем, они и сейчас это слабо понимают. У меня был свободный Титр, исполнительный продюсер. Я говорю, Вить, вот ты мне музыкой помог, давай я тебя исполнительным и продюсером запишу. Он говорит, да Ром, не надо, да ну что ты, да зачем мне это? Ну, таки я его записал, в результате он стал продюсером. Такой автопчик. И вот, и Витя зашел, когда я вернулся с кинотавру, я уже отбирал натуру для Даунхауса, и он сказал, что давай мы сейчас на кассетах твой фильм запустим. И внезапно фильм хорошо зашел на кассетах, было продано 300 тысяч, это гигантская цифра, легальных кассет, тогда были такие 5 пиратки. Ну, надо понимать, что и легальные пиратку продавала одна и та же фирма «Союз», просто это были разные объемы, разные цены. «Союз», значит, соответственно, тоже этим образом, таким образом поучаствовал в фильме ДМБ, да? Как-то фильм пошел в люди, и на кассетах очень широко разошелся. Ну, интернетов тогда не было в таком объеме, как сейчас. Появился РТР, который захотел его показать. Я поговорил с тогдашним начальником РТР, он, кстати, сейчас начальник всего ГТРК, он говорит, ну, много денег не можем дать, можем столько, можем не столько. Я говорю, ну, отгрузите меня на миллион миллиардов рекламы телевизионной. Он говорит, ну, давай. В общем, в результате анонса ДМБ перед показом ДМБ по РТР еще шли месяцы из каждого утюга, потому что РТР, ныне телеканал «Россия». А я в этот момент уже снимал «Даунхаус» вовсю и имел, собственно говоря, по этому поводу естественно, значительную головную боль. Ну, просто когда ты снимаешь какую-то киноренту, как правило, режиссер имеет определенную головную боль. И я помню, на обедах я видел в каких-то кафешках и в каких-то шалманах, где мы что-то перекусывали, анонсы, которые шли про Дембель. То есть, я так понимаю сейчас, что я его закончил в марте, показал в апреле, в мае был кинотаур, снимал, я уже было холодно, снимал «Даунхаус», уже был конец сентября, октябрь, начало ноября. Значит, в это время как раз показали по телеку про то, что у Победы очень много отцов и матерей. И, значит, естественно, начался движ. Ваня стал подскакивать и лезть во все щели, рассказывать, что он это написал. Было какое-то количество организаторов производства, ну, включая того же самого Алисова, который принес мне кассеты с музыкой и сказал, пользуйся, я имею в виду про саундтрек. Была еще такая довольно взросленькая женщина, Марина ее звали, не помню фамилию, директор картины, ну, вот тоже типа лайн-продюсера, да. Естественно, понятно, выше всех подскакивал Иван, он до сих пор этими занят. Они, значит, решили замутить продолжение. Пришли к моему на тот момент товарищу Сергею Хатимову, который, собственно говоря, отдавал деньги на все это произведение и напрыгали, значит, во главе с Иваном, что им, да, Сережа дал сделать сериал. Вот. Не, ну, что, значит, дал? Естественно, мне позвонили и сказали, Ром, ну, ты не будешь возражать? Я сказал, что, ну, не то, что возражать мне, сложно возражать или не возражать, я сейчас делаю другое кино. Вообще, могли бы меня и подождать. Ну, и началось все это на кье, да дай поработать ребятам. Это все делается в таком режиме, да дай поработать ребятам, да все, они сделают хорошо, ты уже такой, значит, весь снимаешь даунхаус, а они еще ни хрена не снимают. Ну, в общем, вот это все началось, наматывание соплей на кулак, ну, плюс, естественно, там вся эта группа сомнительных товарищей, естественно, развила определенную активность. В результате дали снять каким-то совершенно пассажирам продолжение, за которое единственный и основной стыд, что, значит, некоторые думают, что продолжение снимал я. Ну, надо сказать, что это такая добрая традиция, на большинство моих фильмов делаются сиквелы, и в основном сиквелы делаю не я, а какие-то какие-то странные товарищи, ну, в общем, они, как правило, даже не сильно известны. Но Дембель настолько за собой все тащил, что этот сериал тоже возник, ну, в общем, короче говоря, и хрен с ним. Когда я говорю про то, что у Победы много отцов, некоторые из них даже еще до сих пор присутствуют в инфоболе, ну, как тот же выдающийся сценарист Ахлобыстин, который после этого не написал ни одного сценария, ни какого-то, ни одного внятного текста. Ну, то есть, что-то написал, но это чистая графомания. Даже ему самому неинтересно. И не то, что я хочу представить себя жертвой, я на самом деле очень хреново исполняю роль жертвы. Это просто естественный такой ход событий, когда что-то удается, да. Я решил, что лучше, естественно, у меня была и техническая, и моральная, и интеллектуальная возможность их всех, собственно говоря, сдвинуть и прекратить. Это бесовство чисто на своих морально-институциональных качествах. Я мог, конечно, это все прекратить, но не стал. Я подумал, ну, пусть, собственно говоря, мелочь резвиться во главе с Иваном. Потому что я решил, что значительно интереснее, вместо того, чтобы разгонять всю эту компанию, значительно правильнее сделать новое кино. вот так в лед. Я, собственно говоря, снял киноэренту «Даунхаус». Может, ее кто-то тоже видел. Вот такая история. Какой из нее вывод? Ну, во-первых, до вывода еще немножко рано, потому что я вам рассказал период, который прошел после Денбеля где-то год, до того, как я закончил диода «Даунхаус». Я его, кстати, тоже закончил в мае, в апреле-майе, и тоже благополучно поехал на кинотавр уже с «Даунхаусом», который там разнесли в пыль. А еще «Даунхаус» разнесли перед этим. Но это уже следующая история. А что касается морали про Денбель, ну, мне сложно вводить мораль какую-то, потому что ну, я действительно как бы автор, и у меня как бы этот Денбель сопровождает мне. Поэтому, потому что я стал еще некоторое количество кинолент. Так что это, в общем, история без морали, ну, вот, с некой информацией, с некой информацией. И, опять же, на фоне таких вещей, которые сейчас происходят в мире, да, в Европе, да, что я могу сказать? Что я для чего делал вот это кино? Не для того, чтобы там хлопотственно порадовать или каких-то организаторов производства, на которых вам неизвестны. Я же, собственно говоря, делал для того, чтобы как-то немножечко улучшить мир, да? Не снимал я это кино на территории Российской Федерации. Можно, конечно, расстроиться по поводу того, что, наверное, на территории Российской Федерации это кино не поняли, поняли не совсем правильно или, скажем так, не сделали выводов, потому что кино, конечно, абсолютно пацифистское, в довольно широком смысле этого слова. Но, с другой стороны, есть слабое утешение, что на территории независимой Украины, кстати, слава Украине, героям слава, только она может что-то вылечить во всей этой ситуации. Кино как раз, а тогда было единое пространство. Оно, в общем, и сейчас в известной мере соединено, но в связи с войной, конечно, стало разъединяться. Тогда было единое пространство для всяких произведений, собственно, для Дембеля. А вот на территории Украины, в Украине, кино мое, поняли правильно, что нужно делать хорошо и не нужно плохо, а всех гадов, которые пришли к тебе домой, нужно уничтожать. Что, в общем, тоже пацифистская мысль, но она становится пацифистской после того, как уже все закончилось. Поэтому еще раз желаем победы Украине, а про ДМП если я что-нибудь вспомню, я еще сделаю сюжет. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok